Сила штангиста, скорость принтера и ловкость гимнаста. Профессиональному спасателю, уверен Игорь Коновальчик, не обойтись без качеств высококлассного атлета. Начальник аварийно-спасательной части уже больше 15 лет занимается пожарно-прикладным спортом. Своим примером показывает, возраст это всего лишь цифры, и в 45, и в 50 штурмовка навсегда лучшая подруга. В первой попытке спасатель показал время 18 секунд. Это всего лишь на одну меньше лучшего результата дня. Это в очередной раз подчеркивает бобручане, одни из лучших в мире в пожарно-прикладном спорте. Первая попытка прошла хорошо, немножко страховались, постраховались, так как нужен зачетный результат. Во второй хотелось улучшить, пробежать по максимуму, но, наверное, от большого желания соскочила нога и не получилось. Показать нужный свой результат, который хотел. На секунду пробежал хуже. Сейчас, я так думаю, во второй попытке мы все улучшили результаты и должны, я думаю, командное второе место занять. Дуг соперничества, конечно, присутствовал в этот день в спортивном манеже. Но все без исключения друзья-спасатели поддерживали и переживали за каждого. Ну а за честностью штурмовых баталий следил главный бобруйский спасатель Андрей Бабин. И он уж точно знает, от чего зависят быстрые секунды. Как вы видите, ребята готовились, все спланировано, все организовано. Пока и до старта, поэтому сложно говорить, потому что очень непредсказуемый вид спорта. Каждая секунда будет играть роль, даже доли секунд, я уверен, что будут играть роль при определении победителя. Захватывающе, быстро и честно спасатели показали свое мастерство и высокие результаты. Ну а главными трофеями для спортсмена в этот день стали крики «Молодец» и аплодисменты за яркие старты. Подачи отработали и штурмовку приручили. Следующий на очереди мини-футбол. 18 января в 17.00 в спорткомплексе «Спартак» пройдет торжественное закрытие стартов. Там и станут известны имена обладателя главного трофея и призера в соревновании. И пусть они еще не закончились, но уже смело можно утверждать, 17-й международный турнир за кубок председателя Бобруйского горисполкома – единственный и уникальный в своем роде на всем постсоветском пространстве. Это подтверждает и количество команд. В 2020-м их уже 13, а это значит, интерес с каждым годом только растет. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск 360.